С техникой на «ты» с раннего детства. Про себя говорит – могу ездить на всем, что на ходу. До сих пор помнит свой первый автомобиль – ЗИЛ-157. Старая машина, вездеход советский. Гидроусилителя там не было. В общем, руль приходилось вращать, применяя силы. Успел посидеть за рулем всех возможных автомобилей. Три года работал автослесарем. Знакомые посоветовали попробовать себя в новой профессии. Андрей решился. Учился управлять спецтехникой на практике. Прежде чем устроиться на эту машину, я посмотрел информацию, какая есть. И секретами делятся. Только вот приходишь на работу, и тебя наставники старшие подсказывают, что все полезное. Они с годами наработали. На эту машину никто нигде не обучает. Никакого обучения нет. Вот только от старших наставников информация. Потребовалось два месяца, чтобы покорить ледовый комбайн. Научиться чувствовать немаленькие габариты транспорта. На смену ледовары, как и хоккеисты, выходят тройками. Компанию-заливщику составляют ремонтировщик и холодильщик. 15 минут – и ледовое покрытие готово к тренировкам. За сутки они успевают сделать это 24 раза. Каждый день все равно есть к чему стремиться. И вот для маленьких, например, им не надо много воды перед ними лить. Потому что оно тоже застывает, там минут 20 застывает. И если много воды налить, они будут выходить, что будет лед еще сырой. И вот сидишь, думаешь, что будет красиво сделать. Процесс заливки льда только кажется простым. Комбайн заправляют топливом и водой. Ее температура должна быть 50 градусов. Траектория движения транспорта от бортиков к центру. Чем меньше кругов делает машина, тем профессиональнее заливщик. Затем лезвия срезают тонкий слой снега. Водой заполняются неровности, которые образовались в ходе тренировочного процесса. Все расчеты ледовары делают вручную. Иногда выработка льда бывает довольно интенсивная. Это в ходе соревновательного процесса, когда тренируются более взрослые ребята. При этом мы тогда делаем сухую подрезку льда. Заливщик выпускает на глубину 0,3-0,5 см нож, срезает всю верхнюю кромку льда. И после этого необходимо освободить бункер, который забивается вот этой снежной массой. Потом заливается горячая вода. Если честно, я не очень хорошо катаюсь на коньках, да и стою в них не уверена. Поэтому для меня качество льда и правильная заливка значения не имеет. Я просто не почувствую разницы. А вот профессиональные хоккеисты и фигуристы ее оценить могут. Поэтому от профессиональной работы заливщиков льда часто зависят их спортивные достижения. Фигуристы признаются, для них важно, чтобы лед был твердым, но не перемороженным. Идеальная температура не ниже минус 4-5 градусов. Спортсмены говорят, разница между покрытием на обычной коробке во дворе и профессиональным льдом ощутимая. Лед становится более твердый, менее скользючий, так сказать. Не мягкий, потому что фигуристам нужно прыгать, им немножко нужно оттолкнуться от льда. И лед нужно немножко еще амортизировать. Тут нет никаких запинок, ты хорошо скользишь, нет дырок. А вот которые на улицах, там не покатаешься, тупой лед. Мне не нравится, наверное, кататься. Для хоккеистов немаловажно качество воды. Чем она чище при заливке, тем лучше скольжение. Профессиональный спортсмен уже понимает, какой лед, потому что на разных катках он в разных структурах. Все зависит и от температурного режима, и от фильтрации воды, которая проходит. И сразу, когда спортсмен выходит, он уже понимает, какой лед, какую ему заточку сделать под этот лед, как подготовиться к нему. То есть свои нюансы есть. Если бы лед не заливали, то было бы все в снегу. Кататься было неудобно. 16 января у ледоваров профессиональный праздник. Большинство из них отметят его на своем рабочем месте. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.